Привет всем! Это канал ГОТОВИТЬ ПРОСТО и я, Ольга Матвей. Сегодня будем готовить творожные палочки с маком. Вот такая красота получается. Посмотрите, их получается достаточно много. Они вкусные. Творожное тесто любят все. Это просто! Начинаем! Начнем с маковой начинки. Для нее мне понадобится сам мак. Значит, стаканы для мака должны быть одинаковые. Что я имею в виду? Вот какой стакан у вас мака? Три таких же стакана должно быть воды. Пол стакана сахара. Кто любит слишком сладкий, добавьте стакан. Но по моему вкусу пол стакана достаточно. Ванилька и мягкое сливочное масло. В кастрюльку с плотным дном отправляем мак. Сюда же отправляем сахар и воду. Отправляем все три стакана воды. Мак варится один к трем. Кастрюльку ставим на плиту. Только сделайте небольшой огонь. Средний или чуть ниже среднего. Иначе вода очень быстро выкипит. А нам нужно, чтобы мак хорошо сварился, как бы запарился. Я делаю так. Я ставлю сначала большой огонь. Чтобы оно просто закипело. А потом уменьшаю на маленькой. И варю, чтобы вода хорошо уварилась. И у меня получился такой густой запаренный мак. Нам понадобится совершенно любой творог. Отправляем его в чашу блендера. Сахарную пудру отправляем в творог. Лучше использовать пудру, чем сахар. Перебиваем все блендером до однородности. Если блендера нет, перетирайте на сито. Вот такой получился творог. Если есть возможность перетирать его на сито, перетирайте ситом. Потому что он будет еще нежнее. Но это за лучшее. В чашу отправляем яйца и взбиваем их вместе с сахаром. Сюда в яйца отправляем масло и творожную массу, которую мы приготовили. Перемешиваем венчиком до однородности. Можно делать миксером. Через сито просеиваем сюда всю муку и разрыхлитель. Замешиваем тесто. Оно получается очень мягкое. На стол отправляем 2 столовые ложки муки. И сюда выкладываем тесто. Руки немного в муку, чтобы не так липло. И замешиваем. Тесто должно получиться очень мягким. Если оно будет липнуть к рукам, то совсем чуть-чуть. Заворачиваем тесто в пищевую пленку и даем 30-40 минут полежать. Мак у меня готов. Варился он где-то минут 40, пока не выкипела вся вода. Посмотрите, тут совсем чуть-чуть, может, осталось. Теперь отключаем, отставляем до полного остывания. Итак, мак у меня остыл полностью, он холодный. Тесто у меня лежит рядом. Оно тоже настоялось, в общем, все вместе, прошло 40 минут, все готово. Берем половину пачки масла, это где-то 100 грамм. И перетираем масло со остывшим маком. Если у вас мак остывшим не будет, масло потечет. Такая маковая начинка очень универсальная. И в булочке, и в рулет, ее везде можно добавлять. Вы можете ее сделать чуть больше и одну часть заморозить. Добавляем ваниль. Если у вас был ванилин или ванильный сахар, добавляйте, когда мак будет вариться. Тесто полежало, посмотрите, оно немножко так раздалось в стороны, и пищевая пленка прямо же натянулась. Теперь раскрываем и делим тесто пополам. Раскатываем тесто в прямоугольный пласт. На глаз тесто делим вот так на две части. Проводим ножом или линейкой. На одну сторону выкладываем половину мака. Ровненько разравниваем. Накрываем второй частью теста. Получается такой большой плоский вареник. По краям немного прищипываем. Сверху тесто с маком нужно немного раскатать скалкой. Когда мы проходимся скалкой, излишки мака могут сбоку выйти. Это нормально. Нужно убрать просто эту часть, чтобы слишком не было много начинки. И положим ее во второй кусок теста. Теперь разрезаем пласт теста на вот такие, вдоль полосочки. Поднимаем одну полосочку и вот так ее перекручиваем. И выкладываем, чуть-чуть растягивая на бумагу. И последнее, это два краешка. Посмотрите, они чуть-чуть короче, немножко не такой формы, как эти, но ничего страшного. В среднем получается 16-18 штучек. Смазываем палочки взбитым яйцом. Убираем в разогретую духовку на 180 градусов на 15-17 минут. Все духовки пекут по-разному. В общем, творожное тесто, оно будет вкусное. Но лучше их есть остывшими, потому что творожное тесто вкуснее, когда остынет. Палочки приготовились. Смотрите, как красиво выглядит. Лучше подождать минут пять после духовки, чтобы они немножечко остыли. Слишком горячее творожное тесто не так вкусно, как остывшее. Я люблю с молоком, поэтому и сделала композицию такую с молоком. Пробуем палочку. Смотрите, какая она внутри. Пахнет творожной сдобой. Ммм, это вкусно. Мягкие очень. Мак, такой приятный мак. Он такой мягкий. Вообще, прямо очень вкусно. И много мака. Я люблю, когда много мака. Они прямо такие маковые. Если не знать, что это творожное тесто, я бы долго думала, что внутри. Потому что посмотрите, вот я откусила кусочек. Посмотрите, какое в структуре тесто. Оно вроде бы и пористое. Оно же не дрожжевое. Оно просто на разрыхлителе. А такое впечатление, что тут даже дрожжи. Вот такое оно воздушное, как губка. Я бы сказала, такое, знаете, как спонжик. Очень вкусно. Я вам всем реально рекомендую. Кто не любит мак, замените на корицу, предположим. Тоже с сахаром. Будет вкусно. Добавьте грецких орехов. Это будет просто бомба. Запью хрустящую молочку теплым молочком. Это вообще вкусно-то, вкусно-то. Спасибо, что сегодня были со мной. Обязательно приготовьте такие палочки. Порадуйте своих любимых и близких. Спасибо, что сегодня были со мной. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok